МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Веселые старты! Детсадовцы приняли участие в спортивном состязании в здоровом теле «Здоровый дух». А теперь об этом и многом другом подробнее. И по традиции мы начинаем наш выпуск с коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 декабря свободом состоялась и неочередная конференция Свободинского отделения партии «Единая Россия». В рамках нее был заслушан отчет о работе партии за последние пять лет. Также были избраны секретарь полицовета. Им стал глава городского округа Владимир Мельников, 11 членов полицовета и местная контрольная комиссия. В новогодние праздники городская больница изменит график работы. Его вы можете видеть на своих экранах. Дежурная бригада скорой помощи работает ежедневно и круглосуточно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты кадастровой палаты проведут горячую линию по теме получения государственных услуг при помощи электронных сервисов Росреестра. Подробную информацию об электронных услугах можно узнать 23 декабря с двух до трех часов дня по телефону 251-3878. Горячая линия организована в целях повышения правовой грамотности населения. Все консультации бесплатны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старшеклассники школы номер 25 приняли участие в квесте «Сталкер-66», который проходил в Екатеринбурге. Им предстояло пройти 25 этапов квеста, посвященного Дню Героев Отечества и 120-летию со дня рождения маршала Жукова. Мероприятие было подготовлено молодежным клубом Русского географического общества «Уральский следопыт». Команда «Ярс» из свободного за 4 часа прошла 14 этапов и стала достойным участником молодежного патриотического фестиваля. Особенно запомнились те этапы, где отличились участники команды. Это показания первой медицинской помощи в Музее истории медицины, патриотическая песня «Огонек» в театральном институте, свободное советское информбюро в съемочном павильоне областного телевидения, огневой рубеж в титре и передача и прием радиограммы. В преддверии Дня Конституции Российской Федерации в читальном зале библиотеки Дворца культуры прошла деловая игра для старшеклассников «Знатоки и Конституции». Ребятам рассказали об основных принципах Конституции. Также подростки узнали, какие Конституции и в какие годы были приняты в России и СССР после революции. В чем их различие? В течение всего мероприятия ребята, а именно учащиеся 9-го Б-класса, школа номер 25 с удовольствием отвечали на вопросы, касающиеся Конституции Российской Федерации. И государственной символики РФ показали знания гражданских прав обязанностей гражданина. В Нижнем Тагиле состоялся 20-й открытый кубок Урала по тэквондом. Соревнования проходили 10 и 11 декабря. В соревнованиях приняли участие команды из 13 городов, среди которых Казань, Омск, Ижевск, Юградь, Умень, Екатеринбург, Ставрополь, Киров, Карпинск. В том числе среди участников были и свобачане. Наш город представляли Максим Фирсин, Егор Апарин, Максим Артищев и Евгений Бывальцев, а также Ренат Шамсуваров и Александр Татаринцев. В командном спринте юные свобачане заняли второе место. 17 декабря городок отметит День ракетных войск стратегического назначения. Программа праздника насыщена. С 9 до 3 часов дня на улице Карабышева пройдет новогодняя ярмарковыставка. В 11 часов там же гостей праздника ожидает развлекательная программа. А в 6 часов во Дворце культуры состоится праздничный концерт. 2016 год в России был объявлен годом кино. История которого началась более века назад с перводокументальных опытов бывших фотографов, быстро освоивших операторское мастерство. Акции, кинопоказы, концерты. В течение года свободно прошло множество мероприятий, посвященных Году кино. Под занавес уходящего года в городке состоялась церемония закрытия Года кино. В мероприятиях, посвященных Году кино, принимали участие многие социальные учреждения муниципалитета. За это они были награждены благодарственными письмами главы городского округа. Наш детский сад принимает активное участие в жизни городка и также в жизни Дворца культуры свободной. На самом деле этот год очень насыщенный для всей страны, так как год кино и в нашем ДК проходит очень много мероприятий. Но назвать могу только несколько, потому что мероприятий было достаточное количество. Наши воспитанники посещали просмотр мультфильмов под куполом мобильного планетария. Воспитанники нашего детского сада принимают активное участие в просмотре мультфильмов, которые проходят в ДК каждые выходные. Благодарственными письмами и подарками были отмечены и самые юные участники мероприятий. Так, пятилетняя Дарина Габдушева в течение года не пропускала практически ни одного просмотра мультфильмов, показ которых проходил в городском Дворце культуры. Приятным подарком для всех зрителей стало выступление сотрудников Дворца культуры. Что-то вы, уважаемые коллеги, не с того оперативку начинаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так понимаю, вам все понятно, уважаемые коллеги? Да! Ну, вот как звучит наш девиз, ваш отбег, наша работа, поэтому предлагаю всем разойтись по рабочим местам. И как говорил один мой хороший друг, все у нас получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Спасибо вам огромное за поддержку! Я же говорил! Все у нас получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выборы прошли, а проблемы остались. И так ни для кого не секрет, что летом в нашем городке цветут не только цветы, но и вода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Городом наш по трубам водичка течет, А начало труба-то в Телянии берет. Но бывает, течет там такая вода, Пить не надо ее никому никогда. Шарой с тушью-шкучью, чтоб не было беды, Не бей ни в коем случае Телянинской воды. Не зря в солнце спрятана в крапивы ветви, И ты ее проклятываешь. Не бей, не бей, не бей, не бей. А-а-а! Боитесь? Мама, мама, когда же я вновь детский сад пойду? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже бутерки все раздали, деточка, Осталось только перерезать веточку. Но все же до сих пор экстрига кроется, Когда же детский сад, когда же детский сад, Когда же детский сад, Когда же новый детский сад откроется? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смолодный и гостеприимный город. Сюда приезжают не только в гости, но и на работу. Я устроился вновь на работу И приехал работать в субботу, Но до места добраться мне не удалось. Предо мною возникла преграда, Мне как будто бы больше всех надо. У солдат от причин очень много нашлось. Ага. Ага. Пропускной режим, Им на все плевать, Документов нет, Всю неделю ждать. Но придет пора, Крикну я ура, Лишь услышу слова. Ваш пропуск готов. Я заеду в свободный, Я заеду на тачке, Я заеду туда, На работу пора, Может быть до утра. Я заеду в свободный, Я заеду в свободный, У каждого человека есть своя мечта, Вот и у нашего мэра тоже есть мечта, Которую смог обладать в жизнь, Творец культуры свободной. Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир Вячеславович, Здравствуйте. Здравствуйте, Уважаемые собачки. Здравствуйте, Дорогие друзья. Ну, Мы исполнили Вашу давнюю мечту, Приобрели во Творец культуры Замечательный инструмент, Фендер, Джаз, Бас, Это замечательная бас-гитара, Вот, пожалуйста, Смотрите, Американского производства, Да? И вам, Как почетному гостю, Вас просим, Первым, Так сказать, Опробовать данный инструмент, Пожалуйста. Вы знаете, Я очень давно Инструмент в руках не держал, Ну, Ничего страшного, Я думаю, Да? А мы поддержим, Дорогие друзья, Аплодисментами, Да? Вот бы мне так давно Инструмент в руки не брать, Я же говорил, Все у нас получится. Мечта сбывается, И не сбывается, Она приходит нам, Порой не так, Но все хорошее Не забывается, А все хорошее И есть мечта. Для нас выступала команда Дворца культуры свободной, Аварец И компания. Болезнь грязных рук, Именно так зачастую называют ротовирус, Чаще всего это заболевание, Подвержены дети, У которых еще не сформировалась Пищеварительная система. Как обезопасить тебя От неприятного вируса Рассказал эпидемиолог города. Медики призывают горожан Мыть руки перед едой И пить бутылированную воду. Столь казалось бы Банальное санитарное правило Сейчас нужно соблюдать особенно. Регистрируется Сезонный подъем Заболеваемости ротовирусом. Поскольку На сегодняшний момент У нас идет рост Просто всех вирусных заболеваний, Ну, острых вирусных заболеваний, То и как бы В эту группу Так скажем Узким звеном Входят и ротовирусные инфекции. Ну, что Можно сказать Характерное Для ротовирусных инфекций То, что все-таки Это Больше не ОРВИ, А больше Кишечная инфекция. На сегодняшний день Медики города Зафиксировали Восемь случаев Заболевания ротовирусом. Основная часть заболевших Это неорганизованные дети В возрасте от 0 до 2 лет. Но при этом Есть и ребята, Которые посещают детские сады. В принципе, клиника Она схожа с клиникой ОРВИ. То есть, начинается С подъема температуры, С недомогания Общего скашля, Насморка. А потом Подсоединяются Диспептические расстройства Такие, как рвота, Понос, Боли в животе. И, собственно говоря, Для ротовирусной инфекции Характерные особенности В том, что Как бы стул Имеет специфический характер. И Недомогания Связаны именно с Кишечными Симптоматикой. Чтобы обезопасить себя От опасной инфекции Врачи советуют Чаще мыть руки При этом Обязательно использовать мыло. Употреблять в пищу Только кипяченую воду, Фрукты и овощи Также необходимо Мыть перед едой. При первой симптоматике Связанной с этим заболеванием Надо не заниматься Самолечением. А обратиться к врачу Больным И контактным Больного ребенка Или больного взрослого Надо изолировать. Выделить ему Отдельные предметы Обихода И как бы При быстром обращении К врачу И обследовании Симптоматика Быстро пройдет Потому что Обычно заболевание Длится 3-5 дней Ну и восстановительный Период 3-4 дня И после этого Собственно говоря Наступает Уздоровление В здоровых стартов В здоровом теле Здоровый дух Мы начинаем Самую веселую И сеть спортивной И самую спортивную Сеть веселых игр Веселые старты В здоровом теле Здоровый дух Наш спортивный зал Превращается в веселый Стадион Участники соревнований Будут связаться В силе Ловкости Смекала Быстроте Желаем вам Удачи И победы Соревнования Перед тем Как приступить К состязаниям Приветствия Команд Участников Ваша команда Семь Ваши Семь 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 Ваши Ваши Семь 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 Ваши Улыбайся Каждый раз Дядя Зоня Это Кваж Браво Семь Семь Мы Семь 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 Мы Хотим вам пожелать, показать себя как раз. Зарегнули здесь и с вами, мы останемся друзьями. Путь вольма и быть сильнее, наша душа в нашей степени. Принестив факел первым, наполнить быстрее других ведро шариками, метко кинуть мышочек с песком. Кто победит, в результате было неясно до последнего. Субтитры сделал DimaTorzok Маленьких спортсменов активно поддерживали болельщики. Некоторые едва не сорвали голос, болея за любимую команду. Я болел так, чтобы вся команда слушала, чтобы мы победили. За какую команду болел? За Крепыши. Да, именно ребята из команды Крепыши стали первыми с веселых стартах. Второе место заняли дети из команды Позитивчики, третье по праву досталось малышам из команды Теремок. С лучшими результатами мы, конечно, очень довольны. Мы к мероприятию готовились очень давно. Каждое утро у нас начинаются в детском саду зарядки. Поэтому наши ребята очень спортивные, а самое главное – дружные. Всем ребятам были вручены грамоты, а сладкие подарки девчонки и мальчишки получили из рук новогоднего волшебника Деда Мороза. А на сегодня это все новости. Читайте газету «Городской вестни», которая продается только в пяти магазинах города «Гурман-Тополек» центральной пингвиной продукты. А также заходите на наш сайт город.нс.ру и будьте в курсе всех событий Нижи и Верхней Салды, а также региона. До встречи! Автошкола «Автомобилист» город Нижняя Салда приглашает вас пройти профессиональное обучение по программе «Водитель транспортных средств». В преддверии Нового года цены на обучение вас приятно порадуют. Категория «Б» всего за 21 900 рублей. Пройти обучение и сдать экзамены в ГИБДД можно с 17 лет. Переподготовка с категории «Ц» на «Б» – 15 900 рублей. Переподготовка с категории «Д» на «Б» – 15 900 рублей. ВИП-курсы, индивидуальная программа. А также дополнительные услуги для доповышения квалификации, сопровождения при сдаче экзаменов ГИБДД, удобная система оплаты, расстрочки, скидки, заключение договора без первоначального взноса. Пусть вождение для вас всегда будет комфортным. Наш адрес – город Нижняя Салда, площадь Свободы, дом 2 и поселок Свободный, улица Карбышева, дом 9Б. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова